всем привет как и обещала снимаю обзор на электрическую турку от китфорд это серия кт 761-1 я так понимаю один потому что это черный цвет есть еще два это белый цвет по цвету сразу скажу выбрала черную хотя белая конечно мне больше техника нравится как она больше подходит под наш интерьер а вот у нас черная варочная панель духовой шкаф да в принципе и холодильник у нас темно-серый вот белая как-то бы она мне кажется здесь не смотрелось вот но и также я выбирала цвет из принципа до что более у нее будет презентабельный вид потому что белая вот много обзоров смотрела когда мы открываем вот здесь все получается в таком налете до через время и сама турка тоже вот даже видно да по этой уже месяц мы не пользуемся вот и резинка она более темная стала да и на стенках а вот в белые стенки тоже белые и соответственно ну не очень это красиво смотрится вот именно из этих соображений я выбрала черную по комплектации но все очень просто это у нас идет сама база чаша инструкция принципе все по мощности она идет 400 480 ватт и гарантия год вот инструкция как всегда вот можно видеть электронная гарантия какая поддержка у этой фирмы ну китфорд это у нас не первая техника у нас кто меня смотрит видел есть и сушильная машина от этой марки в принципе мы очень довольны обзор я делала ссылочку внизу оставлю кому интересно посмотрите магнитик был я не знаю где он уже делся даша забрала вот какой-то из этих магнитиков то есть у нас уже их два и вот такие брошюры то есть можно оставить отзыв в инстаграме в тик токи можно просто написать отзыв там где вы покупали мы вот покупали на яндекс маркете эту турку ну что-то недорого я выбирала между китфорд и какой-то там германской уже не помню точно она на тысячу дороже но отзывы на нее намного хуже были и по миллилитрам да вот эта чаша там было меньше поэтому но однозначно я остановила выбор свой на турки от китфорд по инструкции что у нас здесь интересного во первых говорится что с помощью этой турки мы можем приготовить четыре чашки по 60 миллилитров и закипает то есть мы насыпаем кофе заливаем воду период закипания это три с половиной минуты но смотрите еще это смотря сколько вы нальете воды то есть соответственно вы нальете меньше воды чем по инструкции да тут есть инструкция все подробно вот описано сколько кофе 25 грамм вот 250 миллилитров воды здесь есть отметка максимальная но вот что на белой до что на черное вот видите плохо видно то есть на черное на черное на белое-белое как-то бы сделали наоборот вот на черный бы сделали белую отметку до чтобы как-то бросалась глаза но это вот замечают не только я да да вот этот единственный мне кажется минус но и другие пользователи что вот отметку плохо видно но когда ты часто пользуешься да уже какой-то опыт есть и вы же на глаз даже знаешь сколько можно налить в эту турку так что в принципе не такой значительный это минус можно привыкнуть вот и что хотел сказать если вы наливаете воды меньше соответственно она закипает быстрее но за счет вот этого датчика подымается пенка и турка все равно выключается то есть ничего не перерьется ничего то есть кофе не испортится однозначно это уже вот проверено что касается обслуживания тоже все очень просто чашу сполоснули потом и все используемые очищенную воду вот как видите в чайнике накипи нет но бывает фильтры там не вовремя поменяли и появляется накипи не знаю кто меня смотрит видел нет но скажу еще раз я просто засыпаю лимонную кислоту и воду она закипает все смыл чайник блестит то же самое можно сделать в принципе и с туркой но она вот это вот не накипь а это вот от кофе просто потемнело немножко но я думаю такую же процедуру можно провести из этой туркой и соответственно тоже будет блестеть даже вот производитель пишет да но здесь он пишет как очищает да с помощью дольки лимона ну вот проверенный мой способ лимонная кислота закипятили и все прекрасно первоначально когда турка была куплена когда мы открыли до был не очень приятный запах от пластика но это тоже нормально прокипятили буквально два раза сейчас никаких проблем вот запахом нет нравится что не нужно стоять над ней не нужно следить то есть все засыпали воду залили и ждем вкусный ароматный кофе большой мой вам совет именно кофе подбирать очень мелкого мелкого помола тогда кофе будет намного вкуснее я в предыдущем видео показывала в обзоре покупок свайл berries очень классная кофе именно из турции тоже ссылочку оставлю кому интересно перейдите посмотрите кто такой же кофеман как и мои родные вот однозначно рекомендую попробовать эту турку вот муж конечно ему больше вот он попробовал с турки но ему больше нравится с кофе машины наши кстати кофе машине уже лет пять тоже могу порекомендовать это de longe nespresso покупает он капсулы и пользуется но капсулы конечно сейчас дороговато и кому именно по деньгам да это дорого то вот можете начать с турки потому что ну мне кажется все таки сублимированный вот этот кофе растворимый это не очень есть хорошо для организма лучше сварить кофе и еще могу посоветовать даже эту турку не для домашнего использования а для работы вот кто в офисе сидит да и любит кофе чтобы не пить растворимый вот место много не занимает но вы будете пить действительно вкусный настоящий кофе это не реклама все куплено за свои деньги просто я всегда советую то что действительно нравится мне и нравится моим близким а Субтитры сделал DimaTorzok